Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые модераторы, добрый день. Сегодня наша встреча посвящена важной и актуальной проблеме в рамках интернет-коференции «Оказание экстренной помощи пациентам с наследственным ангиоотеком». В первую очередь, позвольте поблагодарить организаторов, как научных, так и технических, за возможность представить наше мнение по данному вопросу. В начале данного выступления, уважаемые коллеги, позвольте представить вам высказывание известного советского терапевта профессора Матвея Яковлевича Мудрова в своей актовой речи, что зачастую мы не знаем саму болезнь. Увы, мы и не знаем порой причины четкий патогенез, как развивается данная проблема. Но в любом случае мы должны лечить самого пациента со всеми его внутренними органами, чтобы получать результат. В дальнейшем позвольте сослаться уже на другого известного терапевта, академика Медицинской академии наук Александра Леонидовича Мясникова, который высказывался в отношении того, что многие современные болезни, которые мы имеем в настоящее время, увы, это расплата за нашу с вами хорошую жизнь, расплата за блага цивилизации. И действительно, как из ящика Пандоры мы получаем все новые и новые проблемы, все новые и новые сложности, все новые и новые вызовы для практического здравоохранения. В настоящее время мы активно боремся с пандемией, которая распространяется по всему миру, это новый инфекционный процесс, коронавирусная инфекция. Но посмотрите, пожалуйста, на данные, представленные на этом слайде. Ведь это колоссальное количество самых разнообразных болезней цивилизации. И в том числе и большое количество проблем, связанных с аллергофоном наших пациентов. Давно ли мы активно стали говорить о наследственном ангионевротическом отеке? Увы, нет. Лишь в конце XIX века впервые был описан отек к венке. А в 1888 году было подробно описано первое наблюдение за молодой 24-летней женщиной, которая имела семейную форму данного заболевания. Потому что при активном выяснении ее анамнеза оказалось, что пять предшествующих поколений семьи этой пациентки имели сходные проблемы, которые в результате были впервые описаны и зафиксированы как наследственный ангионевротический отек. Позднее, уже в XX веке, было изучено аутосомно-доминантное наследование данного заболевания. Еще позднее, уже в середине XX века, впервые заговорили о важном биохимическом дефекте, об отсутствии ингибитора комплементарной системы. И дальше постепенно и постепенно мы накапливали все новые данные в отношении этой проблемы. И лишь на рубеже миллениума впервые был описан эстроген-зависимый механизм, который лег в основу третьего типа наследственного ангионевротического отека. Но об этом несколько позднее. Безусловно, в актуальность проблемы укладываются и следующие данные, что международные организации, что наши отечественные организации формируют и активно занимаются проблемой данных пациентов с наследственным ангионевротическим отеком. И в 2004 году во Франции была создана международная организация пациентов, а уже весной 2016 года в нашей стране, в Российской Федерации, была создана межрегиональная общественная организация все тех же пациентов с наследственным ангионевротическим отеком. Даже день наследственного ангионевротического отека ежегодный, международный, и тот был создан, уважаемые коллеги, и это 16 мая. Все современные данные накапливаются на веб-сайте, он представлен в нижней части данного слайда, где можно изучать и активно накапливать в себе багаж знаний в отношении этой проблемы. Что важно, уважаемые коллеги? Безусловно, очень печально недостаточная осведомленность наших специалистов в отношении этой проблемы. Ведь каждый второй пациент длительное количество времени у нас находится в оказании медицинской помощи и имеет неправильный диагноз. Еще, конечно, печальным фактом и достаточно опасным является то, что мы зачастую воспринимаем этого пациента как больного с совершенно с иными диагнозами, в результате чего эти пациенты получают неадекватное обследование, неадекватную терапию, и что крайне значимо, зачастую получают хирургические вмешательства. Посмотрите, пожалуйста, каждый пятый пациент с наследственным ангионевротическим отеком в Соединенных Штатах Америки получает абсолютно ненужное ему хирургическое вмешательство. По данным Великобритании, это каждый четвертый пациент. Если мы говорим об определении ангионевротического отека, уверена, что профессор Емельянов, как известнейший международный специалист по данной проблеме, я его озвучивал, поэтому некоторые моменты, позвольте коснуться их только так кратко, можно сказать, рефреном. Это рецидивирующая проблема. Это проблема, которая может коснуться разных отделов нашего организма. И позднее мы об этом подобно поговорим. И важным аспектом является то, что зачастую без оказания какой бы то ни было медицинской помощи, сами эти все клинические симптомы абсолютно исчезают. Говоря о распространенности, мы видим, что вроде бы его не так много, ведь это не более 2% вообще в целом от всех случаев ангиоактека. Нет никакой зависимости негендерной, нет никакой зависимости по расовой принадлежности. Принято считать, что есть некоторое преобладание среди женской популяции, но оно в последнее время уже несколько выравнивается. Что очень важно, уважаемые коллеги, то, что наш достаточно жесткий, такой контролирующий, можно сказать, рубрификатор статистический, я говорю о международной классификации болезни 10-го пересмотра, имеет положенные шифры. Поэтому мы вполне легитимны устанавливать данный диагноз, заниматься в дальнейшем профилактикой новых приступов и заниматься адекватным подбором терапии. Говоря об этиологических факторах, мы должны понимать, что, безусловно, основной генез лежит в системе С1-ингибитора. Следующим важным моментом является взаимосвязь с приемом некоторых препаратов. Наличие стрессирующих факторов, наличие хронических инфекционных очагов, ассоциация с лимфопролиферативными заболеваниями. Все эти этиологические компоненты могут так или иначе в той или иной взаимосвязи привести к следующему, что возникает образование брадикинина. И последующим, так как это известный, хорошо описанный уже в медицинской литературе, в источниках патологической физиологии, особенно клинической фармакологии, биологически активный компонент, который неизменно вызывает развитие целого каскада патологических реакций, в том числе повышающих выраженную сосудистую проницаемость, и как следствие у пациентов формируются ангиоотеки. По классификации уверена, что предыдущие докладчики из Санкт-Петербурга, что, безусловно, очень мне также приятно, потому что я тоже из этого прекрасного города, уже останавливались на классификации. Мы видим, что наследственный ангиоотек – это лишь один из вариантов комплимент-зависимого ангиоотека. В настоящее время принято выделять три основных типа. С абсолютным дефектом – это наиболее частый встречающийся в клинической практике тип – это наследственный ангиоотек тип 1. С относительным дефицитом уже С1 – это второй тип, он встречается не более 15, иногда 20% клинических ситуаций. И третий тип, о котором мы говорим и стали говорить, собственно, уже только в этом веке, в 21-м, его истинная распространенность пока не ясна. В начале многими специалистами было принято считать, что это только типичный гендерно-ориентированный вариант с развитием в зависимости от эстрогенного фона. Но, увы, это не так. И последние года накоплено несколько клинических случаев, когда данная встречаемость третьего типа развивается в том числе и среди мужской популяции. Таким образом, уважаемые коллеги, мы понимаем, что проблема крайне актуальна, и мы лишь постепенно накапливаем те необходимые данные, которые нам в дальнейшем будут нужны для эффективного понимания самой клинической ситуации и, что самое главное, для подбора эффективного лечения. Каковы же в целом особенности клинического течения наследственного ангиоотека? Во-первых, это дебют в самый, что ни на есть, медико-социально активный период жизни человека. То есть это, как правило, первые 20-30 лет, зачастую в период пубертатного периода. Следующий важный аспект – это, безусловно, наличие семейного анамнеза по ангиоотеку. Мы должны понимать, что зачастую течение наследственного ангиоотека – это рецидивный процесс, причем зачастую на том же самом месте. Это очень важный момент, что атаки возникают именно единой общей локализации все вновь и вновь с течением порой нескольких лет. Обязательно необходимо учитывать взаимосвязь с некоторыми медицинскими компонентами, о которых мы говорили несколько ранее. В первую очередь, это ингибиторы ангиоотензин превращающего фермента и прием различных эстроген, содержащих контрацептивных средств. Следующий момент – это, безусловно, провокация определенными факторами. Это может быть травма, это может быть наличие менструации, это может быть наличие обострения какого-то хронического инфекционного процесса, это может быть беременность и роды, это может быть другой генез эмоционального стресса. Следующий важный момент – это отсутствие взаимосвязи с крапивницей. Это очень важно для именно вопросов дифференциальной диагностики. Дальше, коллеги, мы должны, конечно же, вспомнить о том, что наследственный ангионевротический отек – это проблема мультидисциплинарная. Это проблема, с которой вынуждены так или иначе с той или иной различной частотой встречаться самые разнообразные специалисты, как фундаментальные медицины, такие как патологические физиологи, фармакологи, так и все клинические направления, причем как хирургические специалисты, так и специалисты терапевтического профиля. О чем мы должны знать, когда мы говорим о клинических проявлениях? Безусловно, о развитии отека кожи и слизистых оболочек. Мы должны помнить о том, что эти отеки могут формироваться уже на абсолютно различных любых участках тела. И позвольте продемонстрировать вам несколько фотографий, сделанных с пациентов. Это, например, отек на правой руке у пациента с наследственным ангионевротическим отеком молодой женщины. Вот таким образом он может выглядеть. Эта пациентка уже более, в общем-то, наша возрастная, ей было за 60 лет. В настоящее время она также у нас находится под наблюдением, но категорически отказывается принимать самую правильную, специализированную, эффективную терапию. Это ее отек, это также эта же самая больная. Следующие клинические проявления – это, безусловно, отек гортани. И мы должны понимать, что для практикующего врача, терапевта и гастроэнтеролога, которым я и являюсь, каждый второй пациент зачастую, помимо абдоминальной формы, имеет и реформирование отека гортани. Это крайне важно. Но на этом аспекте позвольте не останавливаться, потому что известные мои предшественники и последующие докладчики подробно освещают данные аспекты. Редким достаточно проявлением наследственного ангиоверотического отека, но тем не менее в зарубежных, естественно, источниках литературы он встречается, является не только формирование плеврального выпада, но также и развитие динамической по типу таких транзиторных, а так нарушений мозгового кровообращения с развитием гемипореза. Есть возможные изменения, связанные с нарушением мочи и спускания и формирование отека в суставных сумках. Но моя задача, она более посвящена, и я об этом говорила несколько ранее, нашему диалогу о проблеме отека стенки кишки, формирование так называемой абдоминальной атаки, либо абдоминальных клинических проявлений, либо еще один синоним абдоминальной формы наследственного ангионевротического отека. Когда мы говорим о данном аспекте, об абдоминальной атаке, мы понимаем, что в первую очередь формирование клинических признаков, а именно болевого абдоминального синдрома, связано с вовлечением не миелизированных циволокон, это растяжение стенок внутренних органов, и формирование так называемого протопатического варианта медленного болевого синдрома. Абдоминальные проявления в своем начале зачастую связаны с тем, что это единственное, и у многих пациентов это действительно так, в течение целого ряда лет пациенты наблюдаются с атаками абдоминальной формы, и никаких формирований отеков подкожной и жировой клетчатки у них нет. Это очень важно для терапевтов, для гастроэнтерологов, в первую очередь для нас, уважаемые коллеги. Пациенты описывают данное состояние по-разному, но что касается продромального периода, кто-то ощущает некоторые спастические болевые ощущения, кто-то ощущает спастические боли в верхних отделах пищеварительной системы, в собственной эпигастральной области, кто-то описывает подташнивание, и многие пациенты описывают такой астенический достаточно признак, как формирование выраженной слабости. Что касается абдоминальных проявлений уже в период разгара самого приступа, то это, безусловно, выраженный интенсивный болевой абдоминальный синдром. Мы должны понимать, что абдоминалгия зачастую имеет крайне выраженную интенсивность, и если пациенты пытаются охарактеризовать, то по шкале визуально-аналоговой до 10 – это зачастую 7-10 баллов. Это достаточно много, мы с вами это хорошо понимаем. Следующий момент – это взаимосвязь с диспепсическими нарушениями. Очень часто это тошнота и рвота. Нельзя забывать и о моторно-эвакуаторных нарушениях, то есть двигательных расстройствах в средних и нижних отделах пищеварительной системы. При этом у части пациентов, у большей – это диарейный синдром, а у некоторой части пациентов – это развитие констипационного синдрома с клиническими проявлениями синдрома кишечной диспепсии. Я говорю об урчании, о выраженном вздутии. Те пациенты, которые являются более взрослыми, даже иногда сами описывают, что я ощущаю, что у меня отекают все мои внутренние органы. Такое тоже встречается в клинической практике. Пожалуйста, обратите свое внимание на следующий слайд. Мы видим, что зачастую абдоминальные отеки, абдоминальные атаки, они у пациентов являются единственным лидирующим клиническим признаком. Это каждый второй пациент. Это 50% всех больных с наследственным ангионевротическим отеком. А уже в дальнейшем каждая треть из оставшихся пациентов имеет еще сочетание с одним из приступов ангиоотека, и в дальнейшем уже уйдет уменьшение по количеству атак ангиоотека. Следующий важный момент, уважаемые коллеги, это, конечно, наше рассуждение в отношении дифференциальной диагностики. И здесь мы должны очень серьезно с вами поговорить о том, как же мы порой движемся путем ложных солнц и идем не совсем правильной дорогой. И, к сожалению, далеко не всегда нужный и полезный для нашего больного. Очень часто абдоминальная атака протекает достаточно остро. Пациенты имеют вегетативный дисбаланс своих, именно в своей системе внутренней. Описывается это в литературе как вегетативная буря, особенно если это пациенты не совсем молодого возраста, а пациенты уже средних лет, пожилого возраста. Зачастую идут формирования тахикардии, разбалансировки артериального давления, наличие головокружений, головных болей. И пациентов этих часто, в общем-то, фиксируют, как наличие брюшной мигрени. Мы в данном случае начинаем думать, что у пациентов острая воспалительная ситуация в брюшной полости, что формируется приэтальная боль, но это не совсем правильно. Это диагностика с воспалительной патологией желудочно-кишечного тракта. Причем иногда мы думаем, что это острый воспалительный процесс в каких-то из отделов пищеварительной системы, а иногда мы думаем, что это острый живот, либо это кишечная непроходимость, либо это наличие желчной колики, то есть это какой-то острый воспалительный процесс, который, увы, приводит к тому, что мы идем неправильной абсолютно тактикой в ведении нашего пациента. Вот посмотрите, пожалуйста, зарубежные данные, любезно нам предоставленные. Это инвагинация кишечника у пациента во время приступа наследственного ангионевротического отека. Мы видим выраженный отек, мы видим, что после разрешения приступа все возвращается абсолютно опять в нормальное течение, инвагинации как будто никогда и не было в области изгиба печени, аппендикс у пациента был без патологии, и пациента вновь отсутствует болевой абдоминальный синдром, и никаких, в общем-то, серьезных проблем нет. Вот под маской хронического панкреатита протекает наследственный ангионевротический отек. Это молодой мужчина, достаточно, 43 лет, который неоднократно госпитализировался с наличием острого живота. При этом у пациентов никаких убедительных данных за течение обострения хронического панкреатита не было, и данные компьютерной томографии также свидетельствовали о том, что нет ни отечности, нет каких-то изменений диффузных, и в том числе нет изменений очаговых. Когда мы говорим о хроническом панкреатите, мы, естественно, боимся отечно-асцитической формы, при хроническом течении боимся кальцификации, этих данных у нас получено не было. И когда пациенты стали более детально разбирать его анамнез жизни, его семейный анамнез, то выяснилось, что, оказывается, у него бывают еще и эпизоды отека конечности, в частности, отек на кистях, и также были эпизоды отсутствия крапивницы. Это тоже очень важно, это тот признак для дифференциальной диагностики, о котором мы говорили. То есть отек без какой бы то ни было гиперемии, он плотный, он белый, и он сам уходит без каких бы то ни было применений фармакологических средств. У братьев и сестер также были диагностированы наследственный ангионевротический отек, и это все удалось зафиксировать. Таким образом, диагноз у данного пациента был выставлен как наследственный ангионевротический отек первого типа, и мы должны понимать, что дифференциальная диагностика с различными воспалительными процессами органов пищеварения, а тем более с рецидивирующим острым животом, она очень важна, потому что мы идем тактикой неоправданного хирургического медикаментозного лечения. Вот, например, данные клиники Шерите из Берлина профессора Маурера, который зафиксировал географический живот у пациентки с неоднократными хирургическими вмешательствами, как мы видим и лапаротоническими, и лапароскопическими, а на самом деле это течение наследственного ангионевротического отека. Если же мы рассуждаем в плане дифференциальной диагностики наших пациентов с наследственным ангионевротическим отеком, мы понимаем, что очень часто мы должны исключать и функциональные заболевания кишечника. И здесь, конечно, ни для кого не секрет, что лидирующим заболеванием является синдром раздраженного кишечника, особенно если мы говорим о пациентах наших молодых, о пациентах наших активных, а мы уже подчеркивали, что дебют наследственного ангионевротического отека зачастую это 20-30 лет. Тогда мы думаем о наличии висцеральной боли, которая удачно ложится на патогономичное ложе функциональной патологии. Я говорю о висцеральной гиперчувствительности, о явлении холодении, когда на достаточно типичные стимуляторы возникает болевой абдоминальный синдром, нарушение моторно-эвакуаторной функции. Что здесь нам поможет в плане дифференциальной диагностики? Что у пациентов с функциональными расстройствами кишечника все-таки явлений функциональной диспепсии со стороны верхних отделов, а именно тошноты, рвоты их, как правило, не наблюдается. Также не в пользу функциональной патологии, а именно течения наследственного ангионевротического отека с абдоминальной атакой, будет говорить то, что у пациентов в межприступный период никаких вообще клинических проявлений нет. Это очень важно, потому что пациенты с синдромом раздраженного кишечника, мы с вами прекрасно знаем, это великие жалобщики, зачастую кляузники. Это пациенты, которые считают себя, в общем-то, одними из сами тяжело больных на земле, что они недостаточно, в общем-то, охвачены любовью и вниманием медицинских специалистов. То есть те, которые постоянно имеют в той или иной степени выраженности те или иные клинические проявления. Это совершенно не в пользу наследственного ангионевротического отека. Вот посмотрите, пожалуйста, еще один клинический пример. Это СРК-подобное течение наследственного ангионевротического отека, когда пациент, мужчина 32-х лет, как и, в общем-то, его отец, он был и наблюдался с диагнозом синдрома раздраженного кишечника. При этом, что важно, что пациент был с болевым абдоминальным синдромом, но у него были еще такие симптомы, как тошнота и рвота. Никаких инфекционных агентов, никакой лихорадки, в общем-то, выяснено, не было. Инфекционный его анамнез был абсолютно спокоен, никаких контактов, никаких путешествий и отъездов из его родной страны. Но что сразу настораживало? Это семейный анамнез, да? То есть то, что у его отца по мужской линии были аналогичные симптомы. Пациенту была выполнена компьютерная томография. Мы видим это выраженное утолщение самой стенки кишечника. И, в общем-то, это даже, вероятно, с каким-то определенным накоплением свободной жидкости в брюшной полости, что тоже очень часто бывает у пациентов наследственным ангионевротическим отеком. Специфический анализ подтвердил его дефект в ингибиторе С1. Таким образом, пациенту был успешно установлен диагноз наследственного ангионевротического отека первого типа. Таким образом, уважаемые коллеги, чтобы резюмировать ранее сказанное, когда мы говорим о дифференциальной диагностике, мы должны не упускать никакой детали. Особенно мы должны делать фокус на анамнезы жизни нашего пациента, тщательно, детально разбирать весь его семейный анамнез по родственникам, мать, отец, братья, сестры. И если это возможно, то и на более ранние поколения его родных. Следующий момент – это, конечно, уточнение триггеров заболевания. То есть мы должны выяснять наличие травматического процесса, наличие менструального синдрома, наличие беременности, родов. Для женского пола – это крайне важный аспект, который способствует формированию наследственного ангионевротического отека, либо его видоизменению клинического течения от абдоминальной формы с присоединением уже других отеков иных локализаций, то есть ангиотеков, например, конечностей или ангиотеков вокруг глаз. Прием лекарственных средств крайне важен. Еще раз повторяю, это ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. Это эстроген, содержащие препараты. Важным аспектом является обострение хронической какой-то инфекции, либо острый инфекционный процесс, эмоциональное напряжение, стресс, повышенная ситуация в жизни больного, хирургические, стоматологические вмешательства. Они все сами по себе могут являться провоцирующими факторами либо для видоизменения клинического течения, наследственного ангионевротического отека, либо для появления первых признаков. Следующий момент, это, конечно же, обсуждение и тщательная детализация анамнеза заболевания. Наличие рецидивирующих абдоминальных болей. Мы должны все это тщательно выяснять по интенсивности, по ее сопровождению с клинической симптоматикой, в первую очередь с симптомами тошноты и рвоты. Это очень частое. Отсутствие лихорадки при этом очень важно. Важным аспектом является то, что зачастую без какой бы то ни было терапии все равно все это само проходит. Приступы неясные теологии, которые были уже раньше в анамнезе, до нынешнего, допустим, клинического состояния пациента, которые, опять же, разрешаются самостоятельно. Из физикального обследования, уважаемые коллеги, мы должны понимать, что даже если это только абдоминальная форма, мы проводим полностью обследование нашего пациента. Мы тщательно визуализируем, пальпируем, осматриваем его отечные части тела. Мы понимаем, что зачастую этот отек плотный, но он не является горячим, он не является красным. По сути, он не имеет типичных пяти признаков острого воспалительного процесса, которые мы с вами хорошо изучали еще на скамье в медицинских высших учебных заведениях. Очень частое сочетание с отеком гортани. Это каждый второй пациента, иногда это и более частая клиническая ассоциация. Поэтому осматриваем ротоглотку, оцениваем звучность голоса, понимаем, когда есть нарушения по дисфонии, афонии. Это очень важно, потому что это, по сути, для пациента исключение его угрожающей ситуации для жизни. Потому что мы больного можем потерять, если вдруг мы недостаточно обратим на это наше внимание. Конечно, оценка по органам и системам. Для исключения иного генеза, а не наследственной причины ангионевротического отека, мы должны понимать, что это может быть ассоциация с различными заболеваниями. Поэтому необходимо для дифференциальной диагностики исключать и эти моменты. Конечно же, отсутствие крапивницы. Это тоже очень важный признак отсутствия для наследственного ангионевротического отека. Когда мы говорим, уважаемые коллеги, о диагностике, мы понимаем, что это не только физикальное обследование, и не столько, это еще и лабораторная и инструментальная диагностика. И здесь у нас есть несколько палочек-выручалочек, и мы с ними все больше и больше начинаем успешно ими пользоваться. И диагнозы будем стараться и в дальнейшем ставить не так отсроченно, а как можно быстрее для наших с вами пациентов. Это методы визуализации. Если мы говорим об абдоминальной форме наследственного ангионевротического отека, либо о течении с абдоминальной атакой, это и сонографическое исследование органов брюшной полости. Это компьютерная томография органов брюшной полости, когда мы можем выявить, и на данном слайде представлены мини-фотографии, когда виден и отек самой стенки кишки, причем он может быть и очаговым, может быть более диффузным, имеет некоторую протяженность. Это тоже очень важно. И, конечно же, наличие небольшого количества жидкости в свободной брюшной полости наших пациентов. Следующим моментом мы должны также понимать, что если эти пациенты все-таки попали к нашим уважаемым коллегам-хирургам, то в данном случае будет во время операции наблюдаться лишь ограниченный отек в стенке кишечника, при этом воспаление будет ассептическое, и сама жидкость брюшной полости, при ее лабораторной диагностике, она также не будет иметь специфических, в общем-то, признаков воспалительной жидкости, а это будет типичный такой ассетический выпад. Из-за лабораторной диагностики, это важно для дифференцирования типов ангиоотека, у пациентов не будет наблюдаться азенофилии в крови, не стоит этого ожидать. У пациентов будет неизмененный интактный уровень общего и специфического иммуноглобулина класса Е. При этом нашим самым важным, самым необходимым для диагностики фактором, конечно, является оценка активности, оценка уровней и оценка функциональной, что самое главное, способности системы комплимента, ингибитора и его компонентов. И очень хорошо, что в настоящее время такие системы имеют место быть, и в городе Москве это прекрасно все оценивается, и в течение 70 дней мы получаем вполне верный, вполне высокоспецифичный и высокочувствительный результат. По критерии постановки диагноза наследственного ангионевротического отека я уверена, что ранее уже предыдущие докладчики на нем останавливались, но давайте еще раз зафиксируем это в своей памяти. Из больших критериев это самостоятельно проходящий невоспалительный ангиотек без наличия уртикарной сыпи, крапивницы и иных проявлений, медленно нарастающий и длится он, как правило, в среднем 12 часов, но, как мы знаем из определения, он порой может дотягивать и до 2-3 суток. Спонтанно проходящий болевой абдоминальный синдром в животе, то есть абдоминалгия с частым рецидивирующим течением, которое длится в среднем 6 часов и зачастую сопровождается яркими выраженными диспепсическими симптомами, о чем мы говорили ранее, в виде тошноты, рвоты, порой и нарушений двигательной функции кишечника, чаще всего по диарейному типу. И третий большой симптом – это рецидивирующий отек гортани. Из малых симптомов – это семейный анамнез, это крайне важно, либо рецидивирующий ванки отека частей тела, либо болевой абдоминальный синдром, либо отека гортани. Из лабораторных показателей – это снижение уровня, либо функциональной активности С1-компонента комплимента более чем на 50% от нормы. И мы с вами хорошо помним, и наверняка уже все это усвоили, что для успешной установки диагноза это наличие либо одного большого клинического компонента, либо и одного лабораторного критерия. Это вполне является легитимным. Что касается, уважаемые коллеги терапии, то, безусловно, как говорил римский орату Ау Корнелицель, с болезнью лечится не красноречием, а фармакотерапией. И мы с вами знаем, в настоящее время для ведения пациентов наследственным ангионевротическим отеком у нас есть препарат «Икотибант» с международным непатентованным названием. Продается он под названием препарата «Феразир». Препарат дозируется, естественно, на массу тела. Препарат прошел значительное количество клинических испытаний, имеют достойную доказательную базу и, как мы знаем, обладает высокой эффективностью, что и позволяет нам его вполне назначать в клинической практике, как в педиатрической, так и во взрослой сети. Это очень важно. И позвольте завершить данный фрагмент нашего с вами сегодняшнего диалога. Вновь словами обратиться к профессору Матвею Яковлевичу Мудрову о том, что наша задача и наша обязанность как практикующих врачей – это целиком вести пациента и стараться его предохранить от дальнейших осложнений, дальнейших утяжелений его клинического состояния и целиком выполнять эту нашу профессиональную обязанность. Я благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. С удовольствием отвечу на вопросы, если такие у вас имеются. Спасибо.